День с толком Мы сами это построили. Виктор Томенко рассказал журналистам о том, как проинспектировал поликлиники. Спасают пациентов с диагнозом коронавирус. Сегодня профессиональный праздник у анестезиологов. Трагедия в одной семье. Мужчина после смерти супруги от COVID-19 остался один с ребенком-инвалидом. Барнольцы продолжают страдать от сложной ситуации в краевом здравоохранении. Одни не могут оформить больничные дистанционно, а другие купить в аптеках жизненно важные лекарства. Подробнее Валентина Аскерова. Противовирусные антибиотики и даже витамины разлетаются, как пирожки в голодный год. Вот некоторые препараты, которые назначают сейчас при лечении, можно купить лишь в Новичихе, а это на минуточку. 250 километров от Барнаула. В результате люди сгребают в аптеках едва ли не все подряд. Когда закончатся перебои с поставками, не знают ни провизоры, ни сами власти. Еще в начале недели Виктор Томенко обещал мешаться. Но вопрос с поставками до сих пор стоит ребром. Как, впрочем, и другое, почему люди вынуждены отстаивать огромные очереди в поликлинику, чтобы просто продлить больничный? Почему нельзя это сделать, не выходя из дома? Ух ты, сложный вопрос, если честно. Знаете, позвоните вот в регистратуру, там специалист по больничным доставщикам. Вот только до специалиста не дозвониться, связь обрывается моментально. Эксперта, который бы разъяснил ситуацию, в Минздраве нам пока не нашли. К слову, получить больничный не могут и ковид-пациенты. Соответственно, я уже 12 дней, с 3 октября нахожусь дома, в самоизоляции. Я не имею права и не могу ходить на работу, так мне говорят в поликлинике и в Роспотребнадзоре. Но при этом у меня нет ни постановления, ни больничного листа. В поликлинике мне отказали выдачи больничного листа, так как нет постановления. Постановление о выдаче электронных больничных для соблюдения режима самоизоляции, о котором говорит девушка, утратила силы еще в июле. И по факту оформить такой листок нетрудоспособности могут сейчас лишь пожилые люди, старше 65-ти. Остальные с ОРВИ или с подтвержденным коронавирусом. Вынуждены идти в поликлинику, тем самым заражая остальных. Кстати, накануне о проблемах, с которыми столкнулось региональное здравоохранение, говорил и губернатор Виктор Томенко на встрече с журналистами. Он признал, что система была совершенно не готова к эпидемии, а сейчас она шаг за шагом улучшается. Отдельно Томенко остановился на вопросе, который уже не первый день обсуждают в социальных сетях. Очереди в поликлиниках. По мнению людей, их во время визита губернатора пытались спрятать. Почему-то сложилось впечатление, что я поехал фотографировать очереди. Но я же не фотограф очередей. Я не собирался ехать смотреть какие-то очереди, которые якобы кто-то куда-то спрятал. Я поехал посмотреть, как это вообще работает, где они размещены. Те корпуса, где ведется прием, ну уж как так спроектировали. Ну это же мы же и спроектировали. Имеется в виду мы же жители Алтайского края, только в другие времена. Ширина коридора вот такая. В поликлинике. На первом этаже жилого дома. И так повсеместно. Ну не повсеместно, но очень много где. Не пройдет, чтобы кого-то не зацепить. Все сидят с температурой, с давлением, в масках тем более. Это значит не проветривается ничего. Отсюда зашел, там вышел подъезд жилого дома. Как это так? Ну системы надо решать, конечно. Решение там по строительству новых поликлиник, объектов есть. Но 14-е меня просто сильно потрясло. Подробное интервью с губернатором о ситуации с коронавирусом в регионе смотрите сразу после выпуска новостей. А мы продолжим. Барнаульские лаборатории перегружены. Стало известно, что тесты на ковид, которые берут, например, у жителей Первомайского района, уже отвозят в Бийск и Рубцовск. К слову, только за сутки в крае выявили 181 случай инфицирования. Кстати, если вчера было еще 600 свободных коек в ковидных госпиталях края, то сегодня уже 500. Умерли за сутки 8 жителей региона с диагнозом коронавирус. Общее число заболевших только по официальным данным перешагнуло за 16 тысяч. Теперь в регионе 16 тысяч 39 случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 297 пациентов, 117 подключены к аппаратам ИВЛ. А сегодня профессиональный праздник у анестезиологов. Помимо основных рутинных операций, сейчас они спасают жизни пациентов с диагнозом коронавирус. Что такое будни анестезиолога в ковидном госпитале, узнала Ирина Корчагина. Он уже свободно с нами разговаривает, может самостоятельно принимать пищу. Ковидному пациенту всего 44 года. Почему молодой мужчина оказался в реанимации – загадка даже для врачей. Крепкий, спортивный, ведущий здоровый образ жизни. В больницу поступил уже в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на, так скажем, хорошую динамику, он был крайне тяжелым, фактически погибал при поступлении к нам. И как бы получилось, так скажем, дать ему толчок. Были какие-то сопутствующие заболевания? Молодой, абсолютно здоровый. Какие сопутствующие заболевания? Никаких. Он даже не курит. Динамика хорошая. Мужчина хоть и на аппарате ИВЛ, но уже дышит сам через маску, а не трубки в носу. Можно сказать, здесь в реанимации людям дается второй шанс. Помогают в этом врачи. Ольга Лопатина – анестезиолог городской больницы Новоалтайска. Врач говорит, сейчас работы намного больше, чем в мирное время. Поступает к нам пациент уже в крайне тяжелом состоянии. Как вы видели, все находятся на аппаратах искусственной вентиляции. То есть это пациенты, которые требуют ежеминутного к себе внимания. И с каждым днем их становится все больше. А нас, как все знают, больше не становится. Анестезиолог не только обезболивает. При необходимости врач проводит реанимацию, следит за показаниями приборов и самочувствием больного. Ковидным пациентам вводят трубки в трахею, устанавливают зонт, чтобы человек получал сбалансированное питание. Здесь в реанимации много пациентов с диабетом и излишней массой тела. И почти каждый час анестезиологам приходится самим переворачивать этих больных. Есть доктора, которые не выдерживают. Утомляемость большая, потому что хочется всем помочь, всех спасти. И психологически тяжело. Ковидные смены, признается Ольга, очень изматывают врачей и средний медицинский персонал. Но пока силы откуда-то берутся. Всегда приятно смотреть, как пациент реанимации уходит из больницы на своих ногах. А еще у Ольги есть большая мечта. Чтобы поскорее все закончилось, чтобы все вернулись в свою семью и проводили побольше времени со своими близкими, детьми. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. Трагедия в барнаульской семье. Несколько дней назад от коронавируса скончалась мама мальчика-инвалида. Единственный кормилец, отец ребенка вынужден уйти с работы, чтобы ухаживать за сыном. С какими сложностями столкнулся вдовец и кто теперь должен им помочь, расскажет София Яценко. В семье Гришиных горе. На днях от ковида скончался их самый близкий человек. На протяжении двух недель мама этого мальчика была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в кому. Кроме тяжелого течения коронавируса, женщина страдала сахарным диабетом и псориазом. Врачи боролись, но лечение не помогло. Держится парень умный и все понимает. Тем более мы с ним вдвоем две недели жили. Петр единственный кормилец семьи. У сына диагноз ДЦП. Самостоятельно передвигаться он не может. Ухаживала за ним только мама. Я постоянно работал, когда в командировках находился. Сейчас, соответственно, работу, скорее всего, придется оставить. По финансовой части сейчас будут большие затруднения. Также ребенку надо будет оказывать сейчас в данный момент психологическую помощь, адаптацию социальную. Петр, который теперь все свое время уделяет сыну, вряд ли в ближайшее время сможет приобрести специальное оборудование для мальчика. Ведь средств просто нет. А для домашнего обучения нужна клавиатура, удобное рабочее место, а еще инвалидная коляска. И старый Кирилл вырос. Чтобы я мог делиться по дому и не скатываться, как сейчас надо. Я скатываюсь с этой коляски, мне неудобно. И еще хороший стул, чтобы я мог учиться на нем, хорошо чинить, чтобы спина не болела. Нужны и другие приспособления. Например, хороший тренажер для реабилитации, так как самодельного недостаточно. Не очень удачный, с заводскими, с профессиональными сравнения нет. Узнав о трагедии, мы написали запрос в Министерство социальной защиты населения региона. Отметим, что там оперативно отреагировали. Мобильная бригада сразу же выехала по адресу. Но оказать полноценную помощь не смогла, так как у ребенка подтвержденный коронавирус. Результат Петра еще не готов. Контакт с семьей установлен. Семья ранее на учете у нас не состояла и услуги у нас не получала. Потребность семьи на сегодняшний день выяснена. Потребность семьи, конечно же, в первую очередь в оказании материальной помощи, в сопровождении семьи, в оформлении возможных пособий, которые теперь полагаются семье. То есть это пенсия по потере кормильца, это пособия на погребение. Материальное положение семьи усложняется тем, что у Гришных большая сумма кредита. Деньги требовались на оборудование и лечение для сына. Даже после оформления всех пособий государственной помощи будет недостаточно. Чтобы вернуться на работу и поднимать мальчика, Петру придется нанимать сиделку за свой счет. Ведь теперь жизнь сына целиком и полностью зависит только от него. София Яценко, Александр Андропов. День с толком. Студенты медицинского колледжа Бийска, которые в первую волну коронавируса трудились в ковидном госпитале, снова рвутся на передовую. Они хотят получить опыт, а главное – помочь людям. О добровольцах, которые не испугались инфекции в начале пандемии, пошли в красную зону и расскажем далее. Константин Табакаев – студент четвертого курса Бийского медицинского колледжа. С ним мы уже встречались в апреле в ковидном госпитале. Парень в самый разгар пандемии вызвался на помощь. Решение принял молниеносно. Родственники и друзья поддержали. Я помогал медсестрам, среднему медперсоналу. Поэтому инъекции, фармакотерапии, многое узнал, многое понял. Но многому научился. Общался с интересными и, главное, профессионально подкованными людьми. В ковидном госпитале Костя провел 4 месяца. Получил колоссальный опыт. Остался бы еще, но нужно было выходить на учебу. Впереди – итоговая аттестация и защита диплома. А после – в армию по контракту. Для себя уже решил, он будет военным медиком. И отступать не намерен. В своей группе Константин не единственный, кто отправился на передовую. Евгений Терышкин тоже несколько месяцев отработал в красной зоне ковидного госпиталя. Друзья отговаривали, в общем, зачем тебе это нужно, что такой риск. Что еще даже неизвестно, что за болезнь. Что может быть, какие последствия. Но все равно, несмотря на это, пошел. Пошел и нисколько об этом не пожалел. В общей сложности практику в экстремальных условиях прошли порядка 30 студентов Бийского медколледжа. Но те студенты, которые пришли оттуда, они, конечно, повзрослели. И отношения к жизни, даже отношения друг с другом в группах, у них абсолютно другие. Это сформировавшиеся личности. Они знают цену жизни человеческой. Это настоящие медицинские работники будут. Во время работы в ковидном госпитале никто из студентов не заразился коронавирусом. Возможно, потому что правильно использовали индивидуальные средства защиты. Уже доказано, это надежный барьер для инфекции. Сегодня медицинский колледж Бийска от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева получил больше трех тысяч флаконов с антисептиком для преподавателей и студентов. Всего же будет роздано больше 32 тысяч флаконов. Антисептические растворы получат 10 колледжей и 2 вуза. Это необходимо, потому что мы обрабатываем руки от вируса. Это очень важно. Евгений Камбалин только начал учиться, а он первокурсник. Индивидуальные средства защиты позволяют ему и другим студентам продолжать обучение, несмотря на пандемию, и помогать людям. Евгений Плохотин, Сергей Кулыгин. День с толком. Усилить контроль за соблюдением масочного режима – одна из поправок, которые внес в антиковидный указ губернатор региона еще в начале этой недели. В крупных торговых сетях проверять наличие средств защиты теперь должны уже непосредственно на входе. Ужесточился масочный режим и в общественном транспорте. Соблюдают ли его? Наша съемочная группа вновь провела собственный рейд. Первая точка – продовольственный магазин. Зайдя внутрь, сотрудника, который должен контролировать масочный режим, на входе мы не увидели. Покупатели гуляют по торговому залу без средств защиты. Кстати, за все время, что мы находились в магазине, людей так никто и не попросил их надеть. Однако, по словам директора, тех, кто зашел без маски, наказывают. Мы контролируем, подходим, делаем замечания, полицию передаем. А у вас у самой маска одета на пол лица. Кто сказал? Вы только что сейчас на камеру одели. О новом антиковидном указе люди знают, стараются соблюдать. Но зачастую носят маски неправильно, защитив лишь часть лица. Некоторые сетуют на нехватку средств постоянно менять повязки. Сейчас, я не знаю, может быть, что вот рост. И сейчас как-то вот заметим, что больше стали надевать маски. Ну, это тоже денег на всю семью. У меня четыре человека в семье, это каждого. Поэтому тут спорный вопрос, как бы вроде и за, то, что нужно надевать маски. Ну, и соблюсти тоже, как говорится, строго, это иногда бывает нереально. В следующем магазине неподалеку нам сразу сказали, контроля на входе нет. Но сотрудники регулярно обходят торговые залы и просят тех, кто без средств защиты, надеть маску. Надевайте маску еще, пожалуйста. Решили заглянуть еще и сюда. Оказалось, сотрудника, который должен осуществлять контроль на входе, здесь тоже нет. Но маски люди надевают сами перед тем, как зайти. В последнее время чаще стали соблюдать. То есть, если раньше, например, замечала, что люди заходят в магазин и надевают только на кассе маску, то сейчас при входе... Пять человек на весь вагон в маске. Остальные без масок. Маски вообще не носят, они не верят в ковид, и особенно молодежь. Да и пожилые тоже. Совсем другая история в общественном транспорте. Ради интереса решили проехать по двум разным маршрутам. Тех, кто носит маски формально на подбородке или вообще без них, здесь можно встретить чаще. Вот тут заходят, прошу их, оденьте масочки. Практически одевают. Ну, здесь такие, что вот попался экземпляр. А так вроде бы получше стало. Потому что они думают, что в автобусе сейчас транспорте можно так ездить. Кондукторы двух разных автобусных маршрутов нас заверили. Контролировать масочный режим стараются, как могут. Сложнее всего, по их словам, сделать это в час пик, когда салон битком. Но даже если человек находится в маске, соблюдать небольшую, но необходимую социальную дистанцию здесь не получается. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. Повысят ли с ноября тарифы на проезд в общественном транспорте, пока неизвестно. Постановление администрации города до сих пор не подписано. Перевозчики этого ждут, а пассажиры тем временем переходят к активным действиям. Планируют провести массовый пикет против роста цен. Подробности в сюжете. Собрать пикет на 100 человек против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли активисты после заседания Барнаульского координационного совета по ценообразованию. Члены совета решили, что цены нужно поднять, ведь положение перевозчиков ухудшается. Но один из организаторов акции протеста Данил Дегтярев уверен, что повышать тариф сейчас кощунственно. Многие потеряли работу, многие потеряли в зарплатах. И сейчас повышать стоимость проезда на целых 3 рубля, это буквально разорить именно наиболее социально незащищенные категории населения. Это студенты, это школьники, это пенсионеры, это просто работающие с невысокими зарплатами, которые всем этим пользуются. Мы считаем, что вот конкретно сейчас это просто, ну это некрасиво, это даже кощунственно. Сгущение красок. Так Данил комментирует угрозу перевозчиков вовсе уйти с маршрутов. Ведь в любом случае останется электротранспорт, он муниципальный. А тем временем частники со все большим нетерпением ждут принятия постановления администрации города. Поддерживают их немногие пассажиры. Ну, во-первых, качество транспорта, представляющие от лучшего. Водители тоже не совсем адекватно попадаются личности, буквально только что вылезло. То есть качество услуг не стоит того, чтобы за них платить еще больше? Конечно, конечно. В магазинах уже насколько повысили цены, что и проезд вот недавно повысили, сейчас опять повышать. Сильно уж дорого, дорого будет. Мы так уже часто пешком ходим, чем на автобусе. Потому что если далеко ехать, на автобусе едешь. Как вы к этому относитесь? На самом деле, для человека, у которого доход очень ограничен, плохо. Но эта процедура, я считаю, очень стандартная. То есть цены не постоянно должны расти, иначе никак. Противники повышения тарифа выступают за то, чтобы финансовые проблемы перевозчиков помогало решать государство, а не горожане. Ведь кризис ударил и по ним. О масштабной программе поддержки бизнесменов давно говорят и специалисты в сфере перевозок. Да такое везде есть. Такое в Омске большую программу разработали, трехмиллиардную. Это в Кемерово постоянно, в Красноярске, в Новосибирске постоянно приобретают подвижной состав. У нас же ничего, никакой поддержки нет. Абсолютно. Программа в 15-м году закончилась. Эксперты считают, если постановление, утверждающее новые тарифы, не будет подписано в ближайшие дни, то с 1 ноября придется продолжать продавать билеты по старым ценам. А это убытки. Кстати, ни один из представителей перевозчиков так и не согласился дать нам комментарий на камеру. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком. А тем временем в Госдуме поддержали идею ввести налог на бездетность. По мнению депутатов, это поможет России выбраться из глубокой демографической ямы. Налогом предлагают обложить тех, кто сознательно отказывается заводить детей. Мы решили узнать мнение барнаульцев по поводу этой инициативы. Хотят ввести налог за бездетность. 500 рублей ежемесячно с мужчиной и женщиной за то, что они не имеют детей. Вот что думаете по этому поводу? У меня двое детей. А вообще, в принципе, стоит это делать? Почему? А наше очень бедное государство отмножается в наших деньгах. Ну, как ирония. Я думаю, это лишнее. Слишком большой налог получается. Нет, конечно. Нет, конечно, какой налог за бездетность. Каждый выбирает сам. И рожать ему или не рожать, это его право. А если просто отказываются от детей? Не хотят. Ну, это, извините, дело каждого личное. Я считаю, что это полный абсурд. Мы живем в свободной стране, у людей есть свое желание. Каждый человек вправе высказывает свое мнение, но не хочет. Почему кто-то его должен заставлять? Наказывать рублем стоит? Нет. Я думаю, нет. Почему? Ну, а может, человек не может. Он, может, не может. А может, материальное положение не позволяет. Нет, не надо это делать. Почему? Ну, за все. Налог, налог. А на что жить? Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале на YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте и Facebook. И подписывайтесь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!